Яркие, пикантные, хрустящие и такие аппетитные итальянские закуски. Учимся готовить антипасти с Галой Комар. Чао тутти, привет всем! Меня зовут Галой Комар, и я знаю все об итальянских закусках и застольях. 14 лет я прожила в солнечной Италии, за это время я собрала лучшие рецепты, чтобы рассказать о них вам. Сегодня я хочу показать вам, что в Италии готовят из маслин и какой десерт можно подать как антипасту. Сегодня мы с вами приготовим домашние крекеры с пряной рикоттой и оливками, сделаем салат по-средиземноморски в тарталетках и шоколадные трюфели, которые подадим на закуску. Кстати, почему антипасту или антипасти? Вообще дословно переводится антипасту. Пасту это еда, антипасту перед едой. То есть это то, что подают как раз перед едой, чтобы возбудить аппетит, чтобы захотелось есть больше и вкуснее. Антипасту это единственный народ, антипасти множественная. Поэтому, когда мы делали нашу передачу, это цикл передач по итальянским закускам антипасти. Так, начнем мы с вами с теста. Замесим тесто, которое отлично подойдет для крекеров. Из него же мы сделаем тарталетки для салата. Просто будет красивая оригинальная подача. Мы берем муку. Здесь у меня 100 грамм. Сделаем небольшое количество крекеров. 30 грамм воды. В тесто мы добавим с вами маслины от марки ITLV. Возьму буквально несколько штук и мы их мелко нашинкуем. Это нужно, чтобы придать тесту немножко побольше вкуса. Так, берем буквально штучек 5-6 и мы их мелко пошинкуем. Когда шинкуем пальцы, не забываем держать наверх, если делаем это следующим образом. Либо можно пробить в маленьком блендере, если есть. Шинкуем прямо на такие мелкие фракции. Кстати, по-русски есть оливки, а есть маслины. Маслины это вроде бы как черные, а оливки это вроде бы как зеленые. Для итальянцев это все оливы, оливки. Нет разделения на маслины и оливки. Не знаю, почему так, но вот так. Все, отправляем в наше тесто. Сюда же в наше тесто отправим сухой орегано. Вообще, в средиземноморской кухне орегано используется очень часто. Теперь немножко соли. И все это замешиваем руками. Лимонием паста. Руки в тесто. Такую штуку меня научила делать моя итальянская свекровь. Потому что на самом деле, конечно, можно купить готовые крекеры. Но приготовить самим, как вы видите, это всего нужно 10 минут времени. И буквально 15 минут, чтобы их испечь. Духовку я уже включила, она разогревается. Я люблю вообще выпекать все с конвекции. Так, и сюда же отправляем оливковое масло. Вообще, оливковое масло используется очень часто в Италии, как и во всех средиземноморских странах. Это действительно база знаменитой средиземноморской диеты. Рецепт этот я узнала от своей итальянской свекрови. Потому что, во-первых, все домашнее это намного полезнее, чем покупная история. И дешевле я прожила как раз 14 лет в Генуе. Генуэзцы очень рачительный народ, очень экономный, если не сказать скупой. Поэтому, конечно, сделав такие крекеры дома, вы потратите буквально копейки. Купить в магазине это совершенно другая уже история. Ну и потом домашнее, это всегда приятнее, уютнее. Так, вот наше тесто готово. Получается у нас вот такой вот комочек. Здесь совсем на несколько штучек. Домесим на доске и уберем в миску настояться. Прикроем другой мисочкой где-то на 15-20 минут, хотя бы, чтобы тесто полежало. Что мы делаем в это время? У нас есть рикотта. Маленькая хитрость, которую, опять-таки, научила меня в свое время сеньора Лючано, моя итальянская свекровь. Очень многим рецептам благодарна я именно ей. Рикотта, чтобы она была посуше, нам нужно будет ее выкладывать на крекеры, чтобы они не размокли сразу. Достаем ее заранее из упаковки и, ну, скажем, хотя бы полчаса, чтобы она полежала на сети и чтобы максимально отдала влагу. Так, в рикотту что мы сделаем? Чтобы дать ей вкус, аромат, добавим туда всевозможные пряные травки. Ну, в общем, те, что смогли найти. Я, например, очень люблю тимьян, розмарин и базилик. Берем листики тимьяна, срываем их с веточек. Верхушки можно оставить целиком. Сейчас мы все это измельчим ножом. Или, опять-таки, можно отправить, измельчить все блендером, миксером. Про базилик это отдельная история. Никак не могу переучиться, потому что по-русски правильно базилик. Но по-итальянски это базилико. И у меня вот это вот, да, моя индивидуальная история. Для меня это всегда базилик. Тем более, в Генуе самое знаменитое генуэзское блюдо, знаменитое во всем мире. Это песто по-генуэзски, все знают. Основной ингредиент это как раз зеленый базилик. Так, вот немножко тимьяна. Сюда же базилик. Можно взять зеленый. Мы нашли сегодня фиолетовый, поэтому он тоже прекрасно подойдет. И несколько иголочек розмарина. Розмарин отлично сочетается, на самом деле, не только с мясными, но и с овощными, и с рыбными блюдами. Так, все это теперь снова подшинкуем. Опять-таки, не забывайте пальцы держать наверх. Шинкуем только травы. И отправим это все к рикотте. Не буду брать чу, возьмем где-то половинку рикотты. Где-то здесь у меня было 250 грамм. В упаковке 125 грамм нам вполне хватит. Перекладываем в отдельную емкость. И сюда наши пряные травки. Так, они дадут и цвет, и аромат. Соль. И сухой орегано тоже не будет лишним. Теперь все перемешиваем. Можно еще чуть-чуть перчика добавить. Лучше свежемолотого. Все, перемешали, начинка для наших крекеров готова. Отставляем в сторону. Следующая история, это салат по-средиземноморски. Мы можем уже подготовить к нему вяленые томаты. Нарежем их просто кусочками, вот так вот вдоль, полосочками. Приготовили наши томаты. Отложу их в отдельную емкость. Протестируем кедровые орешки. Это поможет раскрыть полностью их вкус и аромат. Слегка, без масла. Просто прогреваем на сковороде буквально 2-3 минуты. И затем сразу перекладываем их обратно в холодную емкость, иначе они могут пригореть. Так, вот уже запах кедровых орешков чувствуется. Все. Так, орешки готовы. Сразу выкладываем их обратно в холодную емкость. Пахнет очень вкусно и очень аппетитно. Для салата приготовим немножко маслин. Так, тесто наше готово. Возьмем половинку. Раскатывать буду на машинке. Вообще она создана для пасты, но ей прекрасно можно раскатать любое тесто. Тесто можно, конечно, раскатать искалкой. Теперь, как говорила моя итальянская свекровь, чего ли мы подиолио дегоми, то нужно локтевое масло. Локтевое, потому что делаем все руками. Но машинкой просто это получается быстрее. Тесто очень тонкое, примерно 1-2 миллиметра толщиной. Возьмем пергамент, вощеный хороший пергамент. Такой пергамент можно и не смазывать маслом. Переложим уже пласт теста. Возвращаемся к нашему тесту. Вторая половина. Ее тоже раскатываем. Часть у нас пойдет на крекеры, часть на тарталетки для салата по-средиземноморски. Возвращаемся на нолики. Таким образом, валики отходят друг от друга на максимальное расстояние. Прокатываем тесто. Складываем его несколько раз вначале. Здесь нужно попытаться придать более-менее форму прямоугольника. Будем резать на квадраты, которые адаптируем к формочкам, тарталеток. И шестерка. Последняя толщина, через которую пропускаем тесто. Так, выкладываем его на доску. Отрезаем лишнее. Так, и теперь что делаем? У меня вот такие вот тефлоновые формочки. Соответственно, будем нарезать квадратики чуть больше самой формы. И вот таким образом адаптируем наш кусок теста к формочке аккуратно пальцами. Приготовим сразу вилку, потому что она будет нам нужна, чтобы проколоть дно тарталетки. Резаки вот эти вот я как раз из Генуи привезла. Это бронза, использованный сплав с бронзой. При работе с тестом для пасты, для макаронных изделий, бронза придает вот ту самую правильную шероховатость пасте, позволяя ей потом захватывать максимально соус и не давать ему соскальзывать с себя. То есть хорошо, правильно сделанная паста как раз должна быть сделана с использованием бронзовых матриц и бронзового оборудования. Так, вот несколько буквально мы тарталеток с вами сделали. Остальные кусочки отправляем на пергамент. Крекеры нарезаем вот такими неровными кусочками и не отсоединяем друг от друга. Потому что это замес теста без дрожжей, без разрыхлителя. Тесто не будет увеличиваться в объеме. И мы оставим даже вот такие вот неровности. Это будет смотреться красиво. Это показывает, что это изделие домашнего производства. Разрезаем. Если нет такого прекрасного резака, то это можно сделать обычным ножом. И вот теперь вилкой протыкаем дно наших тарталеток будущих, чтобы не вздулось тесто, не раздулось, чтобы не получились пузыри. Поэтому вот наши крекеры и отправляем в горячую духовку. Разогреем ее до 200 градусов. Если есть обдув, лучше. Буквально 15 минут. Так, а теперь приготовим ту самую заправку для салатов. Самое распространенное в Италии это просто оливковое масло и уксус. Уксус может быть как винный, так и бальзамический. Я обожаю бальзамический уксус и буду использовать его. А еще можно взять просто, например, выжать свежий лимон вместо уксуса. Но оливковое масло это основа всех основ. Поэтому, что мы сюда добавим? Соль, естественно, чуть-чуть. Немножко перца черного. Хорошо, если получится использовать мельницу. Он будет более ароматным. Только что смолотый. Так, бальзамический уксус. Это где-то всегда идет 1 четвертая от общего объема соуса. Даже 1 пятая. 1 четвертая, 1 пятая в зависимости от уксуса. И сюда же мы добавим, естественно, оливковое масло. У меня это масло от ITLV. Оливковое масло ITLV Extra Virgin это изысканный деликатес, полученный напрямую из свежесобранных оливок. Обладает сбалансированным вкусом и тонким ароматом. Оливковое масло ITLV Extra Virgin кладезь полезных веществ для здоровья и красоты. Добавьте немного этого масла в свежие овощные салаты или в готовые блюда из мяса, рыбы, и вы ощутите всю полноту изысканной средиземноморской кухни. ITLV звучит со вкусом. Ну а теперь все просто размешиваем. Опять-таки, одна из хитростей, которой меня научила моя итальянская свекровь, синьору Личана, чтобы хорошенько смешать все ингредиенты, можно использовать обычную банку. Мы наливаем все туда, закрываем плотно крышкой и просто взбалтываем. Либо вот так вот можно перемешать вилкой. Все, наша эмульсия, наша заправка готова. Отставляем в сторону и подготовим несколько стружек пармезана, которые также пойдут в салат. Вот такие длинные плоские стружки. Нарезать их можно с помощью обычной овощечистки. Такими слайсами тонкими получается. Все готово. Так, теперь салатные листья зависят от того, какой вид салата вы нашли. Очень крупные рвем прямо руками на маленькие кусочки. Мы с вами сделали тарталетки. Если совсем не хочется терять время, то такой салат можно, конечно же, подать и на обычных тарелках. Для тарталетки я сделаю кусочки поменьше, немножко измельчим побольше листья. Почему руками? Потому что нож, сталь убивает аромат особенно пряных трав. Здесь у нас руккола, нежные травки, салаты. И лучше их измельчить именно вручную. Так, салат готов. Теперь перед самой подачей мы заправим его оливковым маслом с бальзамическим уксусом, нашей заправкой. Все готово. Немножко снова перемешаем и добавляем все в салат. Так, теперь я возьму ложку, люблю мешать ложкой и вилкой, одновременно так получается равномернее распределить нашу заправку. Все, салат готов. Если мы его сервируем на тарелки, перекладываем на тарелки, сверху выкладываем все дополнительные ингредиенты, наши томаты, маслины, пармезан, кедровые орешки, которые мы тестировали, и каперсы. Мы их будем выкладывать в наши тарталетки. Антипастия. Вот такие симпатяги, корзиночки всего буквально за 5 минут. Домашние тарталетки. Очень вкусные, ароматные. Давайте мы с вами сделаем вот три штучки. Уберу остальное. Так. Выкладываем салатик. И добавляем чуть-чуть каперсов. Немножко пармезана. Кедровые орешки. Вяленые томаты. По кусочку буквально. Он даст нотку цвета и, конечно, вкуса. Ну и наши маслины. Первая закуска готова. Тутто пронто. Кстати говоря, в Италии, когда отвечают по телефону, говорят не алло, а как раз говорят пронто. Готов. То есть поднимают трубку и говорят пронто. Алло, готов. И переходим к нашим крекерам. Сейчас я их принесу. Смотрите, крекеры легко ломаются в месте разреза. Мы с вами сделаем три штучки. Остальное уберем. И вот наша рикотта. Можно переложить, если делаем несколько крекеров, можно переложить ее в кондитерский мешок и отсадить из мешка, а можно просто аккуратно выложить двумя ложками. Наша пряная рикотта. Здесь у нас разнообразные пряные травы. Добавляем маслины. Мы их нарежем колечками. Так будет просто интереснее смотреться. И затем добавим тестированные кедровые орешки. Тастированные, да, я тоже, это одна из привычек итальянских тоста, то, значит, обжаренные. Вначале мы их обжарили без масла. Просто на горячей сковороде, да. И вот теперь сверху слегка присыпем. И можно их вот так вот вдавить в рикотту, чтобы они не убежали у нас затем с блюда. Чуть-чуть свежего тимьяна. Это тоже будет хорошо. Вот так. И вторая наша закуска. Сейчас мы будем с вами делать шоколадные трюфели. Тартуфо. Трюфель по-итальянски. Туда пойдет большое количество шоколада. Для рецепта я взяла молочный шоколад кондитерской фабрики Победа 36%. Я уверена, что о таком шоколаде когда-то мечтала каждая женщина. Потому что это шоколад без сахара. В основе рецепта молочного шоколада Победа качественные какао-бобы из Ганы и Кот-де-Вуара в мягкой обжарке. Это позволяет в полной мере сохранить полезные свойства шоколада. Кстати, кроме качественных какао-бобов в составе только цельное молоко и натуральный сахарозаменитель стевиолгликозид. Очищенный экстракт растения стевии. Вот это я называю честным составом. Для наших трюфелей я взяла молочный и темный шоколад. Понадобится 50 граммов молочного и 75 темного шоколада. Чуть побольше. Так, взвешиваем. 50 молочного и 75 граммов темного. Остальное мы убираем. шоколад мелко порубим ножом. Не обязательно прям мелко-мелко, да, но измельчим слегка. Так, и отправим разогреваться на среднем огне. Так, 75 грамм сливок. Сливки должны быть достаточно жирные, 33-35% жирности. Выливаем. Задача разогреть сливки, но не доводить их до кипения. Как только они начнут закипать, снимаем с огня и добавляем туда шоколад. Пальцы, как всегда, наверх, они нам еще пригодятся. Так, все, сливки готовы. и теперь аккуратно весь шоколад отправляем к сливкам. И тщательно перемешиваем до полного растворения, до однородной массы. Жалко вам не слышный аромат, это просто фантастика. хочется есть уже ложкой, даже не доводя до состояния конфет. Шоколад остыл, он у нас остается вот таким, вот такой вот мягкой консистенции, можно остудить его побольше в холодильнике, либо добавить панировочные сухари, либо панку к нашей смеси, чтобы получилось скатать шоколадные шарики. Рабочую поверхность застелим пергаментом. Так, и вот у нас начинает получаться правильная консистенция. Смотрите, мы переложим из теплой емкости в холодную. Запах фантастический. и сформируем несколько шариков, ну вот примерно такого размера с грецкий орех, да? Если шоколаду дать полежать побольше, он примет более тугую, более густую консистенцию. Или, например, на следующий день вы можете сделать эти конфеты, растворить шоколад со сливками сегодня, а завтра делать уже конфеты. Будет легче формировать шарики. И теперь берем наши ореховые смеси. Здесь у меня раздробленные фисташки, фундук, просто промололи в миксере, кокосовая стружка и горькое какао. Так, и отправляем наши шоколадные трюфели прямо в орешки. Обваливаем. на 15-20 минут в холодильник и все готово. Тутто григотты и оливками мы сделали тарталетки тесто, то же самое, что использовали для крекеров, тарталетки с салатом по-средизимноморски и шоколадные трюфели в разных обсыпках. Соленое и сладкое. Все это прекрасно будет смотреться на вашем столе, легко, выполнимо, быстро и очень вкусно. Так что советую, пользуйтесь, рекомендую. Для конфет я использовала шоколад кондитерской фабрики Победа молочный и темный. И что интересно, этот шоколад абсолютно без сахара, но при этом он также вкусен. А в остальных рецептах я использовала оливковое масло и маслины от испанского бренда ITLV. Чао тутти, всем пока! С вами была Гала Комар и до новых встреч!